Сегодня в видео 5 правил, которые должен знать каждый мужчина, когда дело касается замши. Первое правило – это будь на стиле. Большинство парней просто не знают, как носить замшу. У них свои оправдания, мол, это очень по-женски, это не будет ни с чем сочетаться в моем гардеробе. Господа, это просто бред. Причина, по которой замша – это отличный материал, она добавляет разнообразие в ваш внешний вид, добавляет текстуру. Каждый раз, когда мы видим вещь, мы видим цвет, форму, рисунки. Но вы замечали, что когда мы смотрим на поверхность, то мы также думаем, интересно, каков на ощупь этот материал. Даже если вы не будете трогать этот материал, мы все равно ощущаем это чувство. Когда кто-нибудь надевает вещь в текстурах, будь то свитер, замшевая куртка или замшевые ботинки, вы можете себе представить, интересно, как это ощущается на ощупь. И это создает впечатление, вызывает эмоцию. А это сильно, потому что когда мы трогаем что-то или кого-то, то мы сближаемся с этим. В этом как раз и сила текстуры замши. Это вызывает доверие и делает вас более доступным, особенно для дам. Вернемся к тому, что замша добавляет разнообразие в ваш внешний вид. Если посмотреть на другие вещи, которые вы носите – джинсы, рубашки. У них очень плотное плетение. Еще есть спортпиджаки с шерсти. И вы надеваете замшевые ботинки. Это отличается от других вещей, которые вы надели, и это создает дополнительный слой вашего внешнего вида. Люди находят это привлекательным. На втором месте защищаем замшу. Перед тем, как пойдем дальше, давайте заметим слона в комнате. Замша и вода. Пожалуй, вы слышали, что эти два элемента несовместимы, и вода с легкостью портит замшу. И это становится реальной проблемой для многих, особенно для тех, у кого замшевая обувь. Да, сейчас будет грязно. Посмотрите вокруг. Дождь, мокро и сыро. Стоит ли носить замшу в таких условиях, когда она легко может испортиться? То, что я вам сейчас покажу – это очень крутая вещь, и, возможно, это изменит ваше отношение к замше. Обработанная замша, зацените. Итак, мы выливаем воду на обработанную замшу. Замечаете, как вода скатывается с замши? Почему так? Потому что обработанная защита из замша становится водоотталкивающей. Отлично. А как это работает со светлой замшей? Ну, как видим, все прекрасно. Так что обработанная замша – это то, что надо, когда вы покупаете вещи из замши. Как же защитить свои ботинки, если они не из обработанной замши? Или вы не уверены, обрабатывали ее или нет? Если у вас замшевый пиджак, который вы купили пару лет назад, и вы предполагаете, что вся ваша замша не защищена от плохих погодных условий, вы можете пойти и купить себе силиконовый спрей. И затем нанести этот спрей на ваш пиджак или ботинки. В общем, когда вы носите замшу, то лучше убедиться, что вы заботитесь о ней. Как часто использовать защиту для замши? Если вы собираетесь носить часто вещи из замши, то минимум раз в месяц их надо обрабатывать. Внимание, это очень важно перед тем, как покрывать всю вещь, протестируйте сперва на маленьком кусочке. Особенно, если это светлая замша. Потому что могут появиться разные слои, особенно если это какой-то дешевый продукт. Или если он не предназначен для замши. Серьезно, я слышал ужасные истории, когда люди использовали крем для кожи или другие средства. Рекомендую использовать специальный спрей для замши, который как бы создает дополнительный защитный слой поверх кожи. Как же насчет соляных пятен на ботинках? Или пятен на пиджаке? Как от них избавиться? Первый вариант – это использовать специальный очиститель для замши. Их еще можно определить по вот такой вот щеточке на крышке. Итак, вы наносите средство, а затем используете щетку, чтобы очистить кожу от пятен. Что делать, если у вас нет очистителя? Вы можете попробовать резинку для карандаша, чтобы избавиться от маленьких пятен. Можно также взять немного уксуса и чистую зубную щетку. Так тоже можно убрать небольшие пятна. Ну а что делать, если на улице начался дождь, а вы вышли из дома в замшевом пиджаке, который не был обработан? Как сделать так, чтобы он не испортился? Что ж, наденьте его шиворот на выворот и быстро запрыгивайте в машину. Ну а что делать, если у вас была замша без защиты и она промокла? Не все потеряно. Многое зависит от типа, толщины и качества замши. Иногда все пройдет само собой, но, конечно, можно отнести вещи из замши в профессиональную чистку. Они могут попробовать очень медленно испарить влагу. Потому что, когда влага испаряется очень быстро, замша может пересушиться и потрескаться. Следующее правило, чтобы носить замшу, это знать свои варианты. Итак, первым делом очень просто найти замшевую куртку. Но, как ни странно, не все парни это делают. Ребята, если у вас есть качественная замшевая куртка, то это отличный выбор. Далее идет замшевая обувь. Вы можете выбрать ботинки. Ну или попробовать что-то более нарядное, как такие вот лоферы. Вот эти вот они очень кэжуал. У них перфорированная кожа, их даже можно надеть и летом. И еще есть такие супер кэжуал замшевые кроссовки. Далее у нас идет замшевый ремень. Он не привлечет к себе много внимания, как куртка или обувь. Но точно является хорошим способом добавить текстуры в свой гардероб. Также встречается в перчатках и иногда в жилетах и шортах. Правило номер четыре. Знайте, как совмещать замшу. Если говорить о подборе замши, то правила можно видоизменять. Вам не надо подбирать одинаковые замшевые ремень и обувь. Это, конечно, хороший вкус. Но давайте взглянем на другие поверхности этой обуви. У нас есть коричневый и также немного черного. Так что я могу надеть коричневый или черный ремень с этими ботинками. Как же насчет подборки других вещей в гардеробе? Как совместить эту светлую замшевую куртку с тем, что у нас есть в гардеробе? Как совместить эти ботинки с тем, что вы собираетесь надеть? Ответ такой. Вы просто представляете, что это сделано из кожи и одеваетесь так же, как если бы вы надевали просто кожаные вещи. То, что можно надеть с этими ботинками, можно надеть и с такими ботинками. Как же быть с темными замшевыми вещами? Например, оливковый или темно-синий. Ребята, с замшей работает принцип «все, что можно надеть с кожей, подойдет и с замшей». Так что синие замшевые ботинки будут сочетаться с большим количеством цветных штанов, в том числе и с синими. Почему синий и синий будут хорошо выглядеть? Все из-за текстуры. Она будет создавать разделение, и это не будет выглядеть так, будто вы пытаетесь подобрать обувь и штаны одного цвета. Следующее правило, когда речь идет о замше – знайте, когда ее надевать. Замша – это всегда кэжуал, не важно какой стиль обуви или куртки, если это из замши. Это кэжуал вещь в вашем гардеробе. Так что следует быть предельно аккуратным, когда совмещаете ее с чем-то формальным в вашем гардеробе. На этом все. Можно и так сказать, но это очень модная вещь, поэтому я рекомендую для тех, кто только начинает, сначала привнести замшу в те вещи, которые вы уже носите, которые вам уже нравятся, просто добавив текстуры и новый уровень деталей. Так вы даже можете начать получать комплименты к тем предметам, на которые люди раньше не обращали внимания. Какое видео смотреть дальше, рекомендую посмотреть таблицу кэжуал обуви. От самой сочетаемой к самой несочетаемой обуви в вашем гардеробе. Переходите по этой ссылке прямо из видео или по ссылке из описания.